Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня мы говорим про лазерное удаление. Снова с нами Виталий Микрюков. Сегодняшний вопрос. Наверное, многие замечали, что во время воздействия луча белеют волоски. Иногда прям даже запах идет курицей какой-то, волоски жженые как будто. Я знаю, что можно удалять и не повреждая волоски совершенно, но это часто случается и это такой вопрос насущный для многих. Вот они побелели, что с ними потом случается? Они отламываются и вырастают новые, либо возвращается в них пигмент и имеет ли воздействие на луковицу какой-то лазерный луч, то есть вдруг они выпадут навсегда. Да, и больше никогда не вернутся. Этот вопрос обычно отвечаю пациенткам так. Если бы этим лазером можно было удалять волосы, делать эпиляцию, мы бы давно это делали. К сожалению, нет. Воздействие подвергается действительно только наружная часть волоса и далеко не всегда. То есть это в основном более тонкие волосы насыщенного черного цвета. Толстые, жесткие волосы, светлые волосы практически не задействуются. Такой небольшой лайфхак. Если волосы крашены хной, какими-то красками при коррекции бровей, то во время лазерного воздействия с ними ничего не происходит. Вот поэтому волоски потом не выпадут, то есть какая-то часть из них будет побелевшими, просто заменятся. Ну вот растут новые, в общем-то, и в целом цвет вернется. Бровей, не волосков. Волоски выпадут, в общем. Новые волоски расти будут абсолютно нормально, абсолютно нормального цвета, не повреждается луковица. Более того, я могу сказать, что улучшается рост бровей. Довольно часто, я думаю, другие специалисты тоже подтвердят, что когда у женщин, например, вообще не росло ничего, то после одного-двух сеансов лазерного воздействия при удалении татуажа бровей начинают появляться новые волоски. Это связано с тем, что происходит в процессе лазерного удаления развитие асептического воспаления, выделяется большое количество биологически активных веществ, там различных интерлекинов, факторов воспаления и так далее, что приводит к улучшению кровотока и общей стимуляции кожи. Поэтому в итоге волоски начнут расти даже лучше, в общем-то. То есть волосинончик-чик-чик-чик-чик. Тоже вариант. Если татуировку сначала сделать, потом удалить, а потом это такой изысканный способ, я бы так сказать. Стимуляция роста волос. Если это андрогенная будет аллопеция, то не поможет, к сожалению. Но это такой небольшой побочный эффект, который не всегда случается, правильно? Да, да, да. То есть это ради этого делать татуаж, удалять, чтобы вырастить себе волоски, конечно, не стоит. После перманентного макияжа мы это замечали, когда пройдешь нормально, и там отрастают волоски, спящие луковицы. Происходит стимуляция асептического воспаления, как бы в целом активация метаболизма в тканях, и волоски тут тоже не исключение, они тоже начинают активнее расти. Поэтому с волосками все будет в порядке, будут расти нормальные, если вы не хотите, чтобы они побелели, покрасить их просто заранее хной, какой-то краской, в общем-то. А это получается, что он все-таки белеет, но хна сверху лежит и не видит? По сути, да. Но получается, можно сразу после взять и покрасить? Сразу после я обычно не рекомендую, потому что все-таки на хной краске бывают еще аллергические реакции, а на слоить воздействие химического раздражителя на воспаление, когда спадет отек, обычно это до 2-3 суток максимум. Спал отек можно спокойно красить. В целом можно сразу наносить, если это было нетравматично, без повреждения кожи, сразу можно наносить какой-то макияж карандашиками, тенями что-то подкрашивать, то есть как-то это скорректировать. Поэтому какой-то критичной ситуации нет. В принципе, есть рекомендации западных специалистов, что сбривать волоски перед удалением. Конечно, это легче доктору, как бы все видно и так далее, но в целом это садизм. Просто я так, конечно, не заставляю. Елена Анатольевна. Всем спасибо за просмотр. Пишите вопросы в описании к этому видео, мы на них ответим. Всем пока.